Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево. Сегодня ребята запускают маршрут по пересеченной местности, не по дорогам общего пользования, на квадроциклах. Вы сможете им воспользоваться, позвонив им по номеру телефона. Это будет в районе часа прогулочка плюс возможность рыбалки. Но по всем подробнее смотрите видео. Я думаю, что будет интересно. Мои подписчики сегодня на сафари рейде в городе-коррорте Анапа, поселок Витязево. Мы отправляемся в наш путь-дорогу. Будем надеяться, что у нас все получится. Я еду с замыкающим. Квадрики довольно-таки мощные. Ну и наши виды никого не оставят равнодушным. Сейчас вот после этой водички отойдешь. Вообще будешь... Как заново родишься. Ну давай попробуем. Посмотрим, если ты выживешь, то тогда можно петь. Юра, я здесь пил у нас на 50. Святая вода. Тут вовсе такой поездочке. Прям хочется умыться. Как тебе без этих ловлю? Кайф. Я прям ловлю все своим лицом. А где Дэмис? Пусть попьет водички, брат. Одно из самых крутейших мест. Здесь мы подъехали к подсолнухому полю. И у нас фотосессия происходит. То есть очень крутые кадры с подсолнухами, с квадриками. Фантастика. Посмотрите, вокруг меня какая нетипичная панорама. То есть такие вот холмы. Двигаемся дальше. Впереди нас как раз-таки ждут самые красивые места. Патогеничные. Поднимемся в горы. Еще одно поле проезжаем. То есть подсолнухами. Ну прикольное путешествие. Мне прям даже очень заходит. Я катался вот на большой трещ, на квадроцикл, отъездил в Новороссийск, но там мне как-то не так сильно зашло, как вот здесь вот по горам, по давам, по пустам. Машина исчезает. Аккуратно. Все, жив. Езжу сзади, смотрите, проходят баги. Погружение в очередной лесок. Смотришь, бац, где-то исчезла баги впереди. Поехал за поворот. Собрали скучку, едем дальше. Тут попутно сделали фото крутые. Поднимаемся в горы, смотрим. На виде вокруг, конечно, здесь просто все завораживает. Зеленые, желтые, поля, коричневые. Там, видимо, есть озера. Невероятная красота. Сейчас вверху, скорее, будет самая красивая точка здесь. Мы с вами имеем возможность увидеть, потому что там все пути открыты. Мы подъезжаем на одну из обзорных площадок. Мы добрались до поклонного креста, который стоит на горе. И отсюда открываются просто фантастические виды. По кругу. Там находится лиман наш, видите, зевский. Вот, отсюда мы видим море. Широкая страна моя родная. Это Кубань, ребята. Крест установим в честь Святой Пасхи. В 2008 году с иконкой. Будет остановочка где-то минут 10-15. Вы сможете пофотографироваться, заснять для себя очень красивое видео. Потому что обзоры, конечно, вау. С одной стороны мура, с мура. С той стороны вот озера. Отсюда у нас Кавказский хребет морхоцкий. Мы продолжаем наше движение дальше. Обгоняем потихонечку наше. Двигаемся внизу поля. И заведующим за все тучки. На полях такие красивые тени оставляют. Друзья, мы приезжаем на пруды. Посмотрите, какая здесь красота. Среди полей. Такой оазис красоты. Мы приехали на рыбалку. У нас есть удочки. Но все забили, потому что у нас... Что-то такое появилось. Я не знаю, что это. А что за рыба была? Огурчики, закусочка. Ты снимай, снимай. Это чуть-чуть перед рыбалкой, пока будет жариться шифричок. Так, перекусим, закусим. Места, кстати, здесь много. Есть скамеечки, на чем покататься. Красота. Тут залип на это деревья. Здесь фруктолы есть. Видите, жардельки, сколько растет. Сливки. Здесь такие вот ягодки еще красненькие. Все, рыбаки пошли. Сейчас они поймают. Покупаться как мы будем? Галышом, люди приезжают сюда на отдых. Помимо того, как мы приезжаем, там домики снимают. Ребята сейчас будут ловить. Закайфовало, ребята. Отошел от них. У меня тут своя зона отдыха. Красотища. У них клюет и прям паника уже на видео снимает. Только забросили. Причем просто на хлебушек. Итак, девчонки. Пока мужчины ловят рыбу, добытчики, наши дорогие женщины, решили это событие отметить и их поддержать. Ребятки, мы находимся на рыбалке. у красной скалы. И, девчонки, давайте. Ну, за рыбалку. За рыбалку, за удачный улов. На закуску. Чача хорошая. Чача вкусная. Сокарная чача. А вы еще не попробуйте. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Пошла как в сухую земельку. Хорошо. Ребята, визги, крики. Что? Я рыбалку поймала. За? На рыбу. Ногами. Ногами? Какими ногами? За яйца ты. Поздравляю тебя. Ты впервые рыбу ловила? Вот это огонь. Такие визги, крики. Мы думали, тут все, кит. В любом случае, это первая рыба. Это хорошенькая чача. На закуску. А как раз надо. Это килька какая-то. Так, кто-то собирается уже купаться. Слеша, решили этот вопрос? Решили? А, водичка супер, да? Да, да. Грязь хорошая. Стопчик. Стопчик. Хочется показать, когда мужики ловят рыбу, они начинают очень сильно фотографироваться. Эмоции, эмоции. Это ты, рыба моей мечты. У тебя была свадебная фотосессия? Нет, была давно-давно. Ну, вот тебе, смотри, какая рыбацкая фотосессия. Ну, это не цельная лягушка и не золотая рыбка. Ну, ничего страшного. Это не главное. Главная компания, ребята. Главная увлеченность. А, знаете, что? Надо их прикормить. Вот так вот. Сейчас они все всплывут. А, а что? Давай сюда-то погреть. Нам надо прикормить я сама. А вот и под... Да. А то ребенка выжили. На такую удочку ты должна только кита ловить, на самом деле. Только закинул, сазок льет, а? Вот это красота. Слушай, мечта просто рыбака, на самом деле. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ну, быстрее, сейчас сорвется. Тяни, мам. Тяни. Ты решил всю рыбу ловить, да? Нет, конечно. Пока идет рыбалочка. Если мы его отпустим, нам нечастливый супок. Здесь же готовится вкуснейший шашлык, ребятки. Какая красота. У нас появился еще один мужчина в нашей компании. У девчонок один огурец на всех. Ну что, давайте, девочки. Давайте, девочки. За улов прекрасный мужчина. Ну, и пробуем чате номер два. Я слушаю, рыбалка чувствую удастся. Девчонки, галушом купаться будем? Да. Пока наши там отдыхают, ребятки, я вам хочу показать. Здесь такой как музей, выставка. И здесь зона отдыха. То есть, если кто-то там остается на ночь, вечером посидеть, допустим, можно. Атмосферный, как домик охотника сделан. Телевизор для детей. Там кухня, чтобы что-то приготовить. То есть, ну, мероприятия сюда часто приезжают, проводят. То есть, полностью оборудованная кухня. Мангальная зона даже внутри есть. Специи. Сомика тоже разделали, ребятки. Сейчас мы его приготовим. В этот момент перемешиваем уже курочку. И раз ребята сейчас на улице накупаются, пошли купаться. Что ж тебе примут? Отдыхайте, купайте, загорайте. Самое интересное, что нету здесь шторма. Сама ловите, если что. Дельфин! Ну, как покупались? Здорово. Вау. Какое там море, озеро. Ксюша пошла первая проверить водичку. Посмотрим, как там. Тепленько? Тепленько. Ну, давай. Чистенько, тепленько. А глубоко ли? Сейчас узнаем. А что там на дне-то? Сейчас узнаем. Так, за Ксюшей пошла Олечка. Теплая, классная. Вообще офигенная. Так, ребята, посмотрите, как выглядит наш отряд машинок. И, ребята, по коням. Поехали. Кто больше всех кричит, тот больше всех чачи. Попробовал. Вот такой вот огонь, ребята. Ой, друзья мои, друзья. Какой ароматный у нас больше швычок. Открышки. Там холодильник, там полторашки. Красотища. У нас уже пришло... Нет, ну нам сопротиво. Давай, чтобы ноги сопринесли. Нет, ну нам же сопротиво. Ну, нам же сопротиво. Давай, чтобы ноги сопринесли. Ароматный. То, что девочки уже накрывают стол. После купания чачьи, сейчас посидим, хорошо пообедаем. у меня решили немножечко покатать ребята пришли на экскурсию смотрите здесь помимо всего то что вы там видели смотрите тут их на самом деле прям очень много слива овоща орех ребят можно посмотреть как все растет и самое главное что можно все попробовать все что здесь есть ну что что вы едите вкусно ну давай пробуй вообще медовая у меня шлюни потекли как-то пройдет мимо халявной сливы ребята это просто нечто надеюсь что он тоже достанется вкусно родину уже продать я вам сказал пакеты возьмите наберите на цепь не тащи яблочки поспевает тут абрикос был уже отошел вкусняшку это сон красота и апофеозом нашего сегодняшнего приключения является вот такой вот стол джаник а тут уже обнимает на смотрим на его будущую жену джаник все таки в конце успел к нам подсоединиться это очень хорошо ну что ребята давайте послушаем ваши отзывы вам понравилось да очень понравился очень интересный прогулка с ветерком отлично вот молодежь с кайфом чё с кайфом чё с кайфом чё с кайфом да Максим ладно Максим успел покататься с Джаником вообще не хотел сначала ехать вообще ну потому что была фобия к этим открытым транспортным средствам но когда сам попробовал за рулем этого квадрика это это оргазм лучше чем секс по-моему серьезно мне понравилось мне понравилось серьезно замечательно очень душевно спасибо шикарно всем рекомендую будущее жена джаника это братан мой а мы надеялись питеру привет как тебе ну мне очень понравилось я первый раз каталась и было очень здорово классные пейзажи очень весело так еще так уютно приютили и накормили и напоили и рыбу наловили вообще классный в грязи искупали не знаю как катание я чуть-чуть не успел но обстановка тут реально крутая можно отдохнуть мозги просто отключить и просто расслабляться то что в действительности мне нужно это рыбка которую мы поймали ребята говорят о том что возможно и уху приготовить там и другие разные вкусняшки то есть вариации очень много но менюшку пока входит этот картошечка шашлычок овощи также можете покушать фрукты сезонные которые будут в это время приезжайте ловите рыбку готовьте и приятно проводите время ребят давайте за рыбалку все что теперь надо рассказать вам все что из себя представляет экскурсия вас забирают поселке витязево привозят на базу где вы садитесь на квадроциклы и совершайте часовую прогулочку посещаете красивые места для фотографий поднимаетесь на платок где установлен крест с которого видно очень красиво нашу анапу и близлежащие горы вид реально потрясающие крест установлен в честь пасхи в 2008 году обязательно там сделайте себе красивые фото на память также есть возможность сфотографироваться с коровками ну и в других живописных местах все это занимает около часа далее мы приезжаем на базу отдыха в которой сейчас и записываю этот отзыв здесь мы проводим два часа вы можете половить рыбу пойти пособирать фрукты покормить курей тоже отдохнуть в беседках пожарить шашлычок есть там или еще что-то свое но для вас будет работать человек который приготовит вкусный вам завтрак или ужин смотря в какое время вы поедете он состоит из шашлыка и картошечки также будут свежие овощи здесь в прудах ребята помазались грязью говорят очень классно то есть можно использовать для лечения суставов во втором пруду искупались великолепно то есть птички поют хорошая компания уют и тепло и вам здесь будет хорошо далее вы едете на квадроциклах на базу откуда вас забирает автобус и отвозит обратно витязево такое развлечение занимает четыре часа времени вас могут забрать либо с утра в девять утра и до час либо с часу и до пяти стоимость 1 единица техники на которую можете разместиться втроем два взрослых и один ребенок неважно там будет это баги или квадроцикл будет стоить 7000 рублей 4 часа экскурсия которые входят катание питание рыбалка на один квадроцикл одна удочка выдается если надо будет там дополнительно уточните духа все втроем захотите порыбачить посидеть в общем хорошего отдыха все контакты координаты есть под видео также в описании номер телефона звоните приезжайте отдыхайте а также жду ваших отзывов от тех кто посетил это место дорогие друзья вот так подходит завершение на свечек девочки с бокалами вкуснейшего витязевского напитка и дай бог чтобы мы не один раз говорится собрались так а еще были у нас возможности пускай не в этом году пускай в следующем вам всем хорошего отдыха спасибо что выбрали нашу на пол витязева для него мы будем стараться чтобы таких мест отдыха у нас было больше ура